Всем привет! Это свежие новости с дурки на канале Смотрим с Брагиной. Ведущие буквально заставляют Иру Пингвинову строить хоть с кем-нибудь отношения на острове любви. Ей пришлось выбрать Валеру Блеменкранца, который как бы тоже не против. А Никите Федулову, который пришёл к Ире, пришлось переключиться на Аню Брянскую. Она мой энергетик, пишет парень. Юноша, кстати, неплохой, умеет разговаривать, не теряется под камерами и классно экспромтом читает рэп. Также Брянская переписывается с Александром Курышко, он же Матерадса. Он зовёт её к себе в гости в Майами, а также подумывает о том, чтобы вернуться на проект Кани. Ромашов и Билая расстались. Юля надеется на примирение, но Ромашов уже переключился на Алину Галимову. Они объявили себя парой. Балинская и Кудряшов хотят влиться в конкурс «Свадьба на миллион». У ребят была помолвка три месяца назад, ну а на свадьбу денег нет, так что от миллиончика они бы не отказались. Шабарин и Райсон не успели вернуться в Дом-2, как уже расписались. Они тоже будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Антон Шоки отказался строить отношения под камерами с Викой Комиссаровой. Он может предложить своей бывшей только дружбу. А теперь про Ебарова и его компанию. Как вы помните, Илья и Рита расстались. Девушке не понравилось то, что Илья целыми днями пропадал у Алены Рапунцель и у своего сына. Поговаривают о том, что Ебаров уже приполз обратно. Он якобы уже на проекте и хочет сойтись с Аленой Рапунцель. Но сам мужчина опровергает эти слухи. «Успокойтесь на проект, я не собираюсь и не пойду», – пишет он. «Я уже работаю на новой работе. Я просто хочу жить и быть хорошим папой». По слухам, расстались Безус и Безбородова, которые уже несколько недель находятся в Эстонии. Мелина рассказывала, что за две недели на отдыхе она спустила огромные деньги – 75 тысяч. Саша Черно опубликовала фотографию без ресниц. «Как думаете, жесть или бэйби-фэйс?» – спрашивает она подписчиков. В сети обсуждают хозяюшку Черно. Она ведёт просто свинский образ жизни. Не моет посуду, не убирается. Хотя комната не такая уж и большая, уборка займёт совсем немного времени. Вот такой вот дикий срач у неё в комнатке. В комментариях пишут, такое впечатление, что её откармливают специально, как свинью на убой. Как ни посмотришь, она жрёт, сидя, стоя, лёжа. Позорище. А уж какие порции себе нагребает Саша. Таким количеством пищи можно накормить несколько голодных обычных людей. Оценить внушительные габариты Саши можно, поставив её рядом, например, с Ксюшей Бородиной. Они смотрятся, как слон и моська. Рапунцель-старшая опубликовала фотографию девочки у себя в микроблоге. Она предложила угадать, кто на этом снимке. Олю Рапунцель, конечно же, трудно не узнать. Подписчики Татьяны прямо на странице матери жёстко прошлись по внешности ребёнка. Очень уж сильно не любят эту участницу в народе. Её даже не критикуют, её постоянно оскорбляют. Это фото подтверждает слухи о том, что Ольге на самом деле 38 лет. На этом снимке ей лет 7. И в руках у неё букварь 87-го года. Так что всё сходится. Дерябина говорит, что рассталась со своим женихом Александром накануне свадьбы. И торжества, естественно, не будет. А вот у Инессы Шевчук всё на мази. Поклонник подарил ей на 25-летие шикарный автомобиль. Наверное, просто так подарили. Должанский не пьёт уже ровно месяц. Спасибо Ольге Игоревне Бузовой. Она резко высказалась в адрес Коляна по поводу его беспробудного пьянства. Новая ведущая ТНТ Лера Фрост уже на Сейшелах. Имеется информация, что каждый участник нового шоу получит 350-400 тысяч рублей за 10 дней съёмок. А уж труд Леры, да, наверное, тем более будет оплачен достойно. Феофилактова в комментариях намекнула на свой тайный брак. Она оказывается официально замужем. Просто держит личное в секрете. Поэтому и не отчиталась об этом событии в Инстаграм. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе.